Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжаю серию видеоуроков, посвященную искусству игры на флейте. Вы можете задавать свои вопросы на моем канале YouTube или в социальной сети ВКонтакте на страничке Ассоциации Аклисистов. И ваши пожелания я учту для выбора тем дальнейших видеоуроков. Сегодня видеоурок посвящен вибрации. Вибрации — это важнейшее средство выразительности. При помощи изменения скорости плитуды вибрации мы можем выражать разные состояния при игре на флейте. Спокойное состояние, взволнованное и так далее. При помощи вибрации мы соединяем ноты во фразу. Вибрация помогает нам заполнять зал. А также вибрация помогает нам сохранять интенсивность звучания при экономии дыхания. Чем сложен этот прием? Все процессы происходят внутри плитиста и не видны человеческому глазу. Приведу пример. Скрипачи. У них функция левой и правой руки разная. Левой рукой скрипачи делают вибрацию. Правой рукой их задача непрерывно водить смычок по струнам, чтобы не возникало никаких дерганий. У нас сложность в том, что мышцы, которые участвуют в процессе дыхания и вибрации, одни и те же. И наша главная задача подавать ровно и непрерывно дыхание во флейту и при этом воздействовать на воздушный столб в окружности, создавая ту самую вибрацию. Если вы представите начинающего скрипача, никто не заставляет его вибрировать сразу. Его главная задача научиться ровно правой рукой водить смычок по струну. И только потом, когда он обладевает этим приемом, начинается занятие непосредственной вибрацией и левой рукой. Поэтому на начальном этапе обратите внимание, чтобы начинающий плитист добивался именно ровного контролируемого подачи дыхания в оклеек. Необходим контроль за скоростью и плотностью дыхания. Развивается это как на длинных нотах, так и на гаммах и вокализах. Сначала на легатое и на стаккатое, а также смешанными штрихами легато-стаккато. Но это уже тема другого урока. После этого, когда обладевается контроль за дыханием, можно приступать к упражнениям, которые отвечают непосредственно за вибрацию. Поспешный переход к занятию вибрации или пробы вибрировать без должного обладения техникой подачи ровного дыхания во флейту Чаевать тем, что вместо того, чтобы плавно воздействовать на воздушный стул, этот процесс будет происходить рывками и неконтролируемыми. Вследствие чего будет резко, скачкообразно изменяться скорость подачи дыхания, что категорически нежелательно. Базовая вибрация и мышцы, которые в ней участвуют, это мышцы живота, пресса, диафрагмы, которые воздействуют очень активно на воздушный столб. И естественно, что при этом нужно уделять внимание не силе движения, а учиться делать микродвижения, управляемые микродвижениями. Как, например, собаки на жарель, занимаясь теплодвеном, очень активно дышат. Как вы видите, я управляемо изменяю скорость движения мышц, и, соответственно, это воздействует на воздушный столб. Очень простое упражнение начального уровня, которое играется от простого к сложному. И, соответственно, мы делаем толчок мышцами живота, диафрагмы, как бы тужись вниз. Сначала четвертями, может быть, на одной ноте, например, 42-й октавы. Достаточно простое упражнение. Можно пройти весь звукоряд. Очень важно обращать внимание, чтобы между этими толчками интонация не менялась, чтобы была совершенно ровная линия, и вот эти самые толчки были максимально остры, чтобы стенка живота возвращалась на свое место, не проскакивая начального точки отправления. Потом, усложняя это упражнение, можно поиграть восьмушками, треволями, причем треволями, акцентируя первую долю, с тем, чтобы научиться дозировать усилия больше-меньше. И так далее. И потом квартолями. Причем можно поиграть уже какую-нибудь гамму по четыре нотки движений вверх и вниз. И так далее. Здесь нужно обращать внимание, чтобы между нотками было пространство, чтобы они не сливались. Как вы видите, я делаю минимальные движения мышцами, с тем, чтобы очень дозированно и минимально давать дыхание, чтобы оно не вырывалось. Для чего эта базовая вибрация нужна? Когда мы играем, естественно, яркую, интенсивную музыку. Например, начало концерта Нильсена. И так далее. Но, естественно, когда мы играем какую-то медленную музыку, такое дыхание интенсивное, я имею в виду, вибрации интенсивные, нам уже не подходит, если мы будем играть. Палм, который отдыхает после полудня, будет выглядеть, как будто он выпил очень много чашек эспрессо. И у него очень сильно колотится сердце вместо отдыха. Поэтому здесь нам требуется более тонкая вибрация, которая ни в коем случае не подменяет первую, а является продолжением на этом фундаменте. То есть мы этой вибрации достигаем изменением объема полости рта. То есть, например, я делаю такое движение пальцем. То есть я изменяю объем полости рта, как бы гортани. И здесь эта вибрация позволяет нам добиться. Очень спокойного состояния. И как же заниматься этой вибрацией? Нужно отработать двумя способами. Первое, что нам здесь важно, вот эта самая вибрация позволяет нам соединять ноты во фразе. То есть, когда я перехожу, делаю интервал, например. Как вы видите, я при переходе с ноты на ноту ускоряю скорость, увеличиваю скорость вибрации. Поэтому два упражнения. Одно. То есть увеличивать скорость и уменьшать. При этом стараться, чтобы динамика не менялась очень сильно. Как бы в одном нюансе. Это делается при помощи, как я уже сказал, такого движения. Как мы говорим боку. Вау, 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 вау. То есть я сокращаю объем полости рта. Второе. Очень важно добиваться управляемой в скорости амплитуды. Очень хорошее упражнение. Для того, чтобы контролировать скорость и амплитуду, чтобы они были предельно одинаковые. При помощи метронома, например, поставить на 80 и по два толчка на один удар. С тем, чтобы амплитуда была предельно одинаковая и скорость у вас была контролируема. Если вы играете какую-то кантилену, например, начало второй части концерта Ибер. И у вас есть сомнения в том, как у вас распределяется вибрация по фразе. Для начала структурируйте ее. То есть сыграть, например, по четыре толчка на одну четверть. И этим самым вы акцентируете свое внимание на скорости вибраций. После этого, когда вы почувствуете, как мышцы у вас начинают быть контролируемы и амплитуда контролируема, вы можете уже отвязаться непосредственно от ритма. И чтобы вибрация при переходе с ноты на ноты у вас была независима. То есть, когда вам надо сделать какой-то интервал вверх и добавить интенсивность его фразы, вы можете чуть-чуть ее ускорить, но уже осознанно. Следующее, что очень важно, всегда контролировать амплитуду. Как вы видели на упражнении, я задаю себе рамки, чтобы это не было... То есть, очень большая амплитуда. Соответственно, на этих упражнениях это легко отработать. Что еще можно сказать по поводу вибраций? Я вначале уже приводил пример скрипачей. Трудно себе представить выдающего скрипача, который сначала берет ноту, а потом начинает ее вибрировать. Они ставят левую руку на гриф и еще перед извлечением ноты уже начинают вибрировать. Думайте о том, когда вы играете какие-нибудь упражнения, например, от венца на веке и филировка звука по полтонам, чтобы звук у вас уже сразу шел в зал, я имею ввиду при помощи вибрации, чтобы это не было... Что, с моей точки зрения, странно. То есть, я уже сразу посылаю с первого звукоизвлечения при помощи вибрации звук в зал. И последнее, что я хотел бы вам посоветовать, приводя в пример выдающихся скрипачей, так как у них видно в левой руке, с какой скоростью они изменяют вибрацию при переходе с ноты на ноты. И, например, старые записи выдающегося музыканта и скрипача Ягоди Минухина, который играет концерт Бетховена для скрипки с оркестром, медленную часть. И вы совершенно точно увидите, что он делает при помощи вибрации при переходе с ноты на ноту. Как он ее ускоряет, как изменяется амплитуда, как изменяется интенсивность вибрации. И, уверяю вас, это вам даст очень новые идеи, когда вы занимаетесь на плите исполнением какой-нибудь кантилена. На этом все. Желаю вам удачи в занятиях и крепкого здоровья. До новых встреч!